Всем привет! Покажусь в городе Москва. Утро, все светлее. Покажусь, поберу на завтрак. В путешествии это хорошее сосед, немножко себя встряхнуть, поэтому сейчас зайду в один из восходов и покажусь, что я беру на завтрак. Что можно взять и как к этому относиться. Я уже сделала заказ. Это завтрак, булка, котлета и яйцо. Также картофельная какая-то штучка, джем и кофе. Конечно, это протеин, протеиновый завтрак. В частности, это яешница, скрамбл и мясо. Но все это кислота. Булка, кислота. Вот подобие щелочи, но, к сожалению, обжарен в жире. Вот о чем я все время говорю, обжарены в жире. И вот все нивелировало, всю полезность картошки. Поэтому буду доставать свой огурчик, добавлю сюда огурчик. Кофе с молоком. Кофе просто с утра чисто я не пью. Не нужно столько энергии. Есть своя. Поэтому... Ну и сахар. Варенька сар. Сахар, в принципе, тоже нужно. Но не хватает недостаток этого завтрака, того, что нет овощей. То есть для баланса кислотно-щелочного. Поэтому всегда, если любите завтрак в подобных заведениях, берите с собой еще и овощи. Или заказывайте. Но там вроде меню пока еще нет. То есть это минус. Плюс в том, что это яичко. Вкусно. Это протеин. Это хорошо. Мясо тоже протеин. И хлеб тоже углеводы. Углеводы для длительной работы. То есть мужской и женский одновременно. Но вот опасненькая штучка с картошечкой. Поэтому лучше это избегать. Или вообще отказаться изначально. Находясь по делам. Не забываю прогуляться. Но это прогулка не по желанию. А по надобности нахожусь за пределами уже Москвы. По делу. Ну вот. 800 метров до торгового центра посетила выставку красоты. Ногтевой сервис. Увлекаюсь, но не является видом деятельности. Это моя сестра увлекается. Я являюсь только ассистентом. И идем дальше магазином. Развлекалка. И вот так худеем. Когда путешествуем или по делам находимся. Хотя съела много всего калорийного с утра. Сейчас все сгорит. Минутка выбралась отдохнуть. Обязательно присаживаюсь. Обязательно даю себе возможность отдохнуть всегда. Надо себя уважать. Опять зашла в паспорт. Взяла столько кофе и мороженое опять. Уже больше, как говорится, в сетях этих кризис нечего. С утра только было неплохое предложение. Но не сбалансировано, как я уже говорила. Сейчас покажу окрестность, где я нахожусь. Это Крокус Сити. Взяла только мороженое. И только кофе и сахар добавлю. От сахара никогда не отказываюсь. Но при этом кофе мало комедирующий. Вот такие окрестности. Очень уютно. Много людей, но территория большая. Поэтому очень комфортно находиться. Вот такое а-ля открытое место. А-ля двор. Искусственное небо. И каток внизу. Шикарное место. Если вам нравится кататься. Я вижу профессионалов много. Малышей. 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 И средний возраст венеры. Фонтан. Успокаивающий. Хотя, в принципе, лед хороший способ себя приучить к холодному воздуху. Укрепить свои голеностопы. Ой, шикарный, молодец. Молодец. Малышей. И хорошее времяпрепровождение. Опять-таки, нужно использовать виды спорта от простого, сложного. Везде вот такая красота. Я себе дам отдохнуть, перекусить. Немножко шоколада возьму. И дальше покажу, чем я сегодня пообеду. В каких походных условиях. Ну что, время обеда в командировке. Так сказать, бизнес-поездка. Кофе. Опять с фосфуда. Только кофе. Свои помидорчики, огурчики. Сыр с черным хлебом. И яблочко. Все. Больше ничего на обед. Это достаточно. С утра поел очень плотно. Поэтому днем в поездке можно такое себе позволить. Больше сладкой было с утра. Больше щелочи днем. Все. Направляемся в отель. И сделаю уже обзор отеля. Наконец-то добрались до отеля. Регистрация происходила долго. Хотя, в принципе, не так ничего особенного нет. Вот такой холл. Третий этаж. Сейчас зайду в номер. Но более подробно сниму. Уже поздно. Уже темно. Завтра. Итак, это номер. Ибис. Баджет. Отель. Панфиловское метро. Ну, чистенько с первого взгляда. Чисто. Немножко, конечно, затемняет. На самом деле светлее. Две отдельные кровати. Изголовье. При входе зеркало. Два цвета зеленый. Пол. Ламинат. В общем-то, переночевать на две ночи достаточно. Завтра покажу, что из окна. Темно. Далее. Так, посмотрим. Кровати. Вроде свежие. Свежие. Без пятен. Тут тоже свежие. Свежие, без пятен. Два дня. 7-800 стоило российскими рублями. Без завтрака. И вот белая такая дверь. Белая дверь. И ванна. Ну, ванна облицована. Вернее, не ванна, а душевая. Облицована. Даже есть двери. В общем-то, даже какая-то игра цвета. Что немаловажно. Если кто-то больше. Вроде бы, видимых таких призывых пятен нет. Конечно, не идеально там. Пожелтевшая затирка. Но это уже качество ремонта. Плитка на полу. Вот такой интересный. Акривой умывальник. Зеркало. То есть, все делает дизайн. Форма. Вот унитаз. Чистенький. Поднимем крышку. Тоже чисто. Бумага есть. Полотенце. Два. Одну. Так. Будем разбираться. Две. Еще одну. Потому что человека два. И два оплачены. Вот такой номер. за 7802 дня. Две ночи. А также хочу добавить, что нету фена. Нету принадлежности. Лучше сходили вниз. Обещали принести еще одно полотенце. Принадлежности платные. И нету холодильника. И в округе то, что имеется. Это будет завтра обзор. И опять-таки номер. Еще раз опишу. Холл гостиницы. И то, что в округе. Итак, уже вечер. Почти уже 9 часов. Последний ужин, так сказать. Последняя еда. Это кефир 1%. Это я его смешала с мюсли. Мюсли, злаки. Разновидности с изюмом. Также с сухой абрикос. Это у нас бурага. И черносли. Вот смешала. И это на сегодня все. Последнее завершение. Может еще яблочко загрызу. Вот такой распорядок у меня питания. Во время моего путешествия. В принципе, ничего не задержится в организме. То есть и полезно, и приятно. На сегодня все. Всем пока.